Я вас приветствую, любители достоверной информации, стиля, милитари и активного образа жизни. Камуфляж Бай, Бутекс и ваш покорный слуга Николай приветствуют. Сегодня будет походная презентация модели Кобра Артикул или модель, как правильно ее назвать, 24-012. Что хочу сказать, не поднялась у меня рука взять, сесть за стол и начать рассказывать о том, что это за обувь и какая она классная, перечитываю инструкцию. На эту тему по поводу качества этого изделия, я еще не знаю, что меня ждет впереди, будет порядка, ну, наверное, трех к минимуму обзоров на протяжении трех месяцев, а то и четырех и пяти. Вот, и каждый раз я буду, наверное, потихонечку, как мы человек человека познает, знакомиться с этим изделием и знакомить вас, высказывать свое мнение. Сегодня я вам расскажу то, что мне удалось в течение недели-полутора узнать об этой модели. Я расскажу, как я ее обрабатывал. Вот, ссылочку можно, наверное, вот здесь будет посмотреть. Потом дальше, все то, что меня порадовало, что меня, скажем так, заставляет немножечко задуматься. Расскажу то, что я уже изменил в этой модели. Ну, и, естественно, проведу небольшой водный тест, коль мы уже находимся у реки. Сейчас, по старой своей традиции, чтобы успеть засветло все сделать, поставлю палаточку, лагерь, уже 15 градусов тепла, весна, апрель, месяц, симфония. Ребята, как классно. Вот, город это, конечно, город, но город это кладбище для живых, видите. Только что родился у меня такое выражение, не знаю, существовало оно для этого или нет. Каждый раз буду произносить эту фразу. Кому нужно быстро, все четко, вот как кошки родят информацию, ребята, сразу закрывайте страницу, это в другое место. Здесь я люблю пообщаться с людьми, рассказываю достоверную информацию, провожу тесты. Ну, и рассуждаю вслух о том, какие вопросы бы у меня лично возникли по этой модели или еще по какой-то экипировке. И вот так вот нудно, дотошно разбираю все от и до. Поэтому, кто хочет разобраться, кто рассматривает покупку и так далее, тем будет полезна эта информация. Для отдыха и чаепития маловероятно. Ну, в данном случае, когда мы тестируем что-то. Все, не будем затягивать, поехали дальше. Теперь ближе к делу. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот ботинок и что мы будем проверять. Итак, ботинки мужские с высоким берцем, Кобра, модификация М24012. Производитель уверяет, что это военно-полевой ботинок, сделанный по стандарту СТБ. Дальше номер СТБ. Что же это за стандарт такой СТБ? Это очень интересно и важно на самом деле. Мы всегда привыкли, что для нас, для людей, которые ходят с оружием или прочее, должен быть какая-то подошва с какими-то звездочками, какой-то каблук и так далее. Теперь внимание, есть такой стандарт. Он распространяется на военнослужащих, вооруженных сил, комитета государственной безопасности, внутренних войск, пограничных войск, рядового состава, потом подразделений Министерства внутренних дел, иных воинских формирований, создаваемых в соответствии с законодательством. В данном случае Республики Беларусь, ну и думаю, как бы и Российской Федерации. Поэтому отцы-командиры, в принципе, в этих перечисленных родах войск не должны мучить и напрягать бойцов. Обувь, как вы видите, сделана из кожи. Это полностью кожаная обувь толщиной от 1,4 до 1,6 мм. Швы аккуратные, все хорошие, добротные. Но мое мнение такое, я не сторонник обильного наличия швов. Мне это не нравится. Метод крепления подошвы литиевой. Что это значит? Это берется вверх полностью. Это мой любимый, кстати, метод. Сейчас объясню почему. Берется вверх, вставляется в специальном оборудовании специальную форму. И там заливается материал, получается подошва. То есть это такой диффузный метод, тут одно целое. Вы видите эту подошву. И надо сказать, я беседовал с представителями производителя, мне сказали, что вот у меня тут вариант старой обуви мангустой. Вы видите, тут узкая была, скажем так, подошва там, как там правильно сказать. И поэтому расползалась по бокам кожи. Было немножко неудобно, некомфортно. Вверх, видите, кожи, он такой вот, это специальный прокат, который скрывает мелкую дефектацию. Это не значит, что кожа плохая или еще что-то. Ну, многие так делают это. Стелька. Стелька уже анатомическая, полиуретановая. Даже когда надеваешь обувь, чувствуются вот эти все пупырышки, выступы, такой легкий массаж. То есть, судя по близкому рассмотрению, да и так в руках, когда держишь, понимаешь, что эта стелька уже намного лучше, чем те, которые раньше использовались. Она интересная. Вот. Хорошо вписывается в обувь, не ерзает, ничего достается. Но все замечательно. Обратите внимание, важный момент. 42-43. 42-43. И мне кажется, что не только стелька 42-43, но и размеровка тут идет. 40-41, 42-43, 43-44. Мне так показалось при предварительной примерке. Стелечка сама небольшая. Где-то порядка 2,5, там максимум 3 миллиметра. И поэтому я использовал стелечку ЭКО. Она 7 миллиметров. Объясню сейчас, почему я это все делал. Она в два раза почти толще, мягче. И это я делал только потому, потому что обувь имеет полноту номер 8. Полнота номер 8. Когда мы рассмотрим маркировочку, вот видите, да, мы видим там полнота 8. Это считается по обозначению, ну, такая полная обувь. И я бы, честно говоря, или шестерку, или семерку попробовал. Но я никогда не видел, чтобы отечественные производители делали вот такую градацию. Крепление облачков меня вызывало всегда такое сомнение в герметичности. Но насколько это будет все герметично, мы с вами сегодня же и проверим. Имеется тиснение Бутокс, вот эти булочки, называемые быстрой шнуровки. Быстрая ли это шнуровка? Да, наверное, это быстрая шнуровка. Мы еще об этом поговорим. Вот эта стелечка внутри ЭКО стоит, которую я вам говорю. В ней я провел ближайшие на этом полевом выходе 24 часа. Внутри, когда вот так вот трогаешь, сжимаешь, такое чувство, как будто имеется какой-то наполнитель мягенький такой. Поэтому, наверное, называется демисезонное. Лето, может, немножко жарковато. Вот тебе быстрая шнуровка. Шнурки эти, конечно, я называю их это одноразовые, такие шнурочки. Вот, я затянул, и вы видите, спокойненько тянул, остается такая вот беда. Поэтому в любом случае вам необходимо будет один или два раза в разных местах подтягивать шнурки. Все равно это удобнее, чем просто вот эти отверстия такие. Поэтому, поменяв шнурок, будет все хорошо. Итак, герметичность. Глухой клапан сам по себе должен предохранять от песка, от пыли, от всякой мерзости. То, что вы видите на кадрах, я специально для вас заснял. А вот поэтому, по этой местности, к воде я спускался, ну, очень много. И потом еще дополнительно побегал, посмотрел. Поверьте мне на слово, человеку, который уже больше 25-30 лет занимается различной обувью, экипировкой, что я вас обманывать не буду. В данном случае эта модель абсолютно сохранила герметичность от песка, от пыли и от всякого мусора. Я остался в этом отношении доволен. Единственное, что вот полнота, это, конечно, хочется ее шнурками не утянуть. Ну, это у кого как какая нога. Поэтому приходится брать стильку, которая выше. Держит песок все вот эти вот моменты очень хорошо. Теперь давайте по водному тесту поговорим. Я очень сильно боялся и переживал по поводу швов. Потому что хорошая обувь, хуй из кожи, она держит всегда более-менее влагу, если в ней минимум швов. Ну, это акцент не просто так я делаю. И еще раз напоминаю, я обрабатывал, прежде чем вообще первый раз надеть, обрабатывал и несколько раз обрабатывал. Вот новым своим средством, который сам изготовил рецептуру, мне подсказали добрые люди. И все ссылочки можете посмотреть. Я очень доволен. Кожа становится, ну, приобретает своих, скажем так, свойствами. Мягкая становится. Вот, если вы будете идти в грязь, вода, грязь, вода, у вас намного меньше будет воздействий на проникновение внутрь, нежели чем вот так вот, как я хожу сейчас в данном случае по воде. Я действительно много погулял, не все я заснял, но ходил я так внушительно. Ребят, будьте благоразумны, это не резиновый сапог. Поэтому всегда надо относиться с пониманием к тому, что на самом деле происходит. Я проверяю еще раз свое средство пропитка и смотрю, где слабые места в данном случае у этой модели по влагостойкости. Это не резиновый сапог. Но мы очень часто видим и слышим, что обувь бывает кожаная, которая без мембраны, хорошо все держит при хорошем пропитке, в уходе. Да, такое бывает, извините, что повторяюсь, но для этого у вас обувь должна быть сделана из цельного куска кожи. Вот, Замберланд, по-моему, еще там есть такие модели. Вот, ну, это от 300 и выше евро. Или там долларов. Модель дорогая. Достаточно я походил, погулял. Мне абсолютно все понравилось. Реакция. И мне даже, знаете, возникало такое любопытство, когда я ходил по воде. Она такая прохладноватая. Обычно, если сразу все затекает, то оно чувствуется. Вот я... У меня любопытство разбирало. Что будет, когда же я сниму эту обувь? Ну, давайте посмотрим. Давайте я, скажем так, солнцем мешало съемке. Потому что тяжело одной рукой держать камеру, второй снимать. Но, тем не менее, если что-то где-то там трясется, вы не судите строго. Расшнуровывается быстро. Вот это, конечно, помощь этих бочков. Итак, я переживал за швы и переживал за бочки. За подошву я не переживал. Она литьевая. Литьевая. То есть, она должна быть одно целое сверху. Так, что мы видим? Так, так, так. Минутку есть носок. Носок, вот, первая часть, мокрый. И вот, обратите, места такие вот, точечно. А эти вот места, я немножко забегая вперед, скажу. Это места, вот, внизу стык швов, как птица такая, вот, стык швов. Между первой частью и пяточной частью. Ну, и по носку. Я сперва так задумался, через подошву ли это все залилось или нет. Вот, видите, вот этот вот такой вот стык. И потом, я еще буду стелечки вам показывать. Внимательно изучив это без камеры, я могу, ну, чуть опережая ситуацию, сказать, что, скорее всего, вот тут, конечно, шов. Самое слабое место. Если кто знает, как обработать шов уже в готовой, уже кожаной обуви, без мембраны, которая без все, чтобы он был более-менее герметичный, подсказывайте, не ленитесь. Мы все вам будем очень признательны. Снимаю правый ботинок, смотрю, ну, та же самая картина. Причем, заметьте, симметрично практически. И симметрия это наводит на мысль о том, что идет проникновение влаги, все время с одной и той же части, то есть шов. Вот передняя эта часть, эти термопластины эти, которые на пятке и спереди, сильно не обращаются. Вот в этих местах вот этот вот шов, через него все затекало. Ну, я так, по крайней мере, не установил, не через подошву. И блочки, кстати, что я думал, что через них тоже потечет. Вот там вот видели, вот-вот внизу, вот-вот-вот, это тут нормально по этому шову, а вот по нижнему, вот туда, там вот как раз-то вот это пятно и было. Пяточный шов как раз показал себя неплохо. Вот. Ну, а вот это все обилие шов продержалось на глухом клапане нормально. Только это что я обнаружил. Итак, давайте рассмотрим. Я обнаружил, что отщелкнулась подошвочка, верхний кант, отщелкнулся в месте сгиба. И с одной и с другой стороны, видите, вот, я вам показываю. Сейчас многие, я представляю, ребята, это, будьте здравомыслящие, я вас умоляю. Вот поставлю ссылочку на модель Калахари, у меня там тоже было отщелкивание подошвы, но вот этот литьевой метод, он показывает что? Что, наверное, все-таки плохо. Это, наверное, или брак немножко по оборудованию, или это низкая квалификация. Всякое может быть, но это вот часть, миллиметр или два, сверху отщелкивается. Конечно, визуализация от этого портится, но дальше подошва, она будет сидеть мертвой. Ну, я так думаю. И в ближайшие там 3-4 месяца мы это все проверим, и в заключительном обзоре, и в промежуточных я буду на это обращать внимание. Ну, что есть, то есть, обратите, уважаемый производитель, на эту деталь. Отщелкнулось все, вот, и говорят, что прежде чем вот запустить в машину, надо вот зашкурить или как-то там, не знаю, как правильно сказать, чтобы вот более прочно вот именно край этот низкий. Ну, и по традиции я постоянно тестирую экипировку со своей собакой Брент. Он нам показывает свою обувь, свои махноберцы. Они работают четко, экипировка у него работает замечательно, без вопросов. Ребята, вот такая вот первая часть обзора была, с тестом, с рассказом, о чем это обувь. Мы в ближайшие 5-6 месяцев будем информировать вас, что же стало в итоге с этой обувью.